Февральский утром Об этом думать, найдется кто-то, кто мне все расскажет, горсть жемчуга в ладонь. Вот путь, который я оставлю тайной, благодарю тебя за этот дар. Умение спать и видеть сны, сны о чем-то большем, сны о чем-то большем, сны о чем-то большем. Я вам клянусь, я скептически отношусь к своему творчеству. Мне много было дано природы, и я часто использовала это, не задумываясь над тем, не видя кругом, не открыв широко уши и глаза. Я с пятнами капитализма, я люблю цацки, я люблю вообще, понимаете, нет, я не положительная абсолютно. И потом я по натуре клоун. Клоун в том смысле, что для меня самое главное, как вот мои приятели, говорит, ей, говорит, наплевать на что там, что в чем она одета или как-то, ей самое главное играть. Клоун, клоун, это во мне сидит, я знаю. Вы понимаете, наступает такой возраст, куда в поддатки играть невозможно. Когда нужно четко свою линию определить и четко, как ты прожила жизнь. Я дурацки прожила жизнь. А когда вот это была трауля, то мы не могли, конечно, вынести вот это же, что на полу. Вот дома было, вот тут вот напротив, вот там, как у дома литератор, тут они шли с плакатами, лягушку из полот и черт-теу знаешь. Я неспередно верила, вы понимаете, если вам встал плавливается такого с детсадовского возраста, что это отец, и так сказать, и это самый отец народов, и друг, и любимый отец, и вождь, и учитель, то, как вы можете, когда кругом все это, понимаете? Я не задумывалась, я честно говорю. Я совершенно не задумывалась, у меня получилось, что так, да, действительно, все это. У меня отец был регентом, а мама пела в этом церковном поле с Марусью Максаковой вместе. А я закончила в Днясинское училище, поклась в фортепиано, но видеть не могла инструмент, подвязывала себе тут латенца, потому что когда я играла, слезы у меня со злой не капали, даже чтобы на клавиатуру не капали, чтобы просачивались. Отца мой, от себя уберу. Вы знаете, кто такая верналась, или просто? Не знаю. В общем, старшее поколение, просто было в восторге этой актрисы. Она, по-моему, была звездой экрана, и приятно, потому что она и до сих пор, в общем-то, играет, и вызывает, в общем-то, такие же чувства. Я очень ей благодарна, очень много счастливых минут. Я не знаю. Мне нравится ее обаяние, ее женственность, ее какой-то непередаваемый такой шарм. Действительно, она давала наслаждение для имена нашего поколения. Видел. Но это все меня не затронуло. За углом улицы Воровского и Союза писателей шли какие-то люди и несли плакаты «Долой доктора Живаго!» Постернаку не место среди советских писателей. В это страшное время мы с Юрием Петровичем Любимовым взяли огромную корзину белых и желтых нарциссов и помчались в Переделкино. Когда вошли в дом и развернули цветы, Борис Леонидович взволнованно сказал «Ну вот, взошло солнце. Я пропал, как зверь в загоне. Где-то воля, люди, свет. А за мною шум погони. Мне наружу хода нет. Темный лес и зелень пруда, Еле сваренное бревно. Путь отрезан отовсюду. Будь что будет, все равно. Что ж посмел я намаракать, Пакостник я и злодей. Я весь мир заставил плакать Над красой земли своей. Сны о чем-то большем. Сны о чем-то большем. Сны о чем-то большем. Мои родители были рабочие. У меня есть еще старший брат Володя. Мы уже родились в Москве. Родители приехали в Москву из провинции. Семья жила всегда очень, мягко говоря, откромно, В материальном смысле. И вся жизнь сводилась к тому, Чтобы свести концы от зарплаты до зарплаты. И поэтому я только читала Про какие-то пятна капитализма. У меня не были Не очень понятны и ощутимы вообще, Что это такое. Первые джинсы я купила, Когда я снялась в первом фильме. На свои собственные деньги. Так я всегда была очень скромно, Если не сказать плохо одета. Я впервые почувствовала, Что все-таки ко мне какая-то слава пришла. Когда я стала получать анонимные письма, Постоянные, ругательные, Напечатанные на машинке, Подписанные, значит, группой пенсионерок. Где просто страшно на меня ругались, Но я получала это там, скажем, Два раза в месяц. И я подумала, что вот это слава и есть. Я очень так пофазово существую. И я то оптимист, то страшный пессимист. Но играть мне, в общем, хочется. В жизни я всегда во что-то подыгрываю. Вот в зависимости от фазы. Либо я страшный пессимист. И хохочу 24 часа в сутки. Либо уж у меня начинается Совсем какая-то черная полоса. Ну, я так люблю преувеличивать. Особенно, когда есть зрители. Мне очень нравится поиграть во что-то. Ну, в общем, мое сознание, в принципе, Всегда зависит от бытия. От бытия в данный момент. Потому что, если мне плохо, Не везет в чем-то, То мое сознание, оно сразу очень Пессимистичным становится. И все мне плохо вообще. И вся жизнь, и мироустройство, И вообще все. А когда хорошо, мне кажется, Жизнь прекрасна. И это самый лучший из миров. За болезнь с удовольствием. Были бы все здоровые, Ходила бы я без работы. Крабы. Крабы. Объедение. Крабы. Крабы, да. Крабы действительно. Ой, ветчина. Я обожаю ветчину. Ветчина как раз оставляет желать лучшего. Баночная. А по мне и такая хороша. Вы знаете, друзья. Ну, в фильмах видела так. Нравится она мне. Она талантлива, по-моему, разнопланова. По-моему, она хорошо поет, Она хорошо движется. У нее хорошее, так сказать, чувство юмора. Держаться на сцене великолепно умеет. По-моему, ее очень мало использовали на экране. И все ее возможности, по-моему, еще не использованы. Так. Своепраздно. В итоге ли вы равнодушны? Как-то с детства я решила, Что надо как в жизни. Вот с детства я начиталась в книгах. Про актеров, где вот как в жизни, как по правде. У нас же в основном это главное, понимаете. Не школа абсурда, и не школа, а вот как в жизни. И я как-то вот с детства и пыталась, Чтобы это было все как в жизни. И я потом поняла, что это единственный выход мне прорваться. Потому что у меня был долгий период проб в кино, И меня пробовали на героинь романтических. И я кроме смеха ни у кого ничего не вызывал. Сны о чем-то большем. Сны о чем-то большем. Сны о чем-то большем. Я была в своей карьере и в театре, и в кинематографе. И я была аполитичной. Это сейчас мы стали. В детстве, в ООН говорят, почему падает китайский доллар. Почему вы стали аполитичными? Да. Все люди стали? Конечно. Конечно. Все интересуются, все знают, что происходит в мире. Вы снимаете? Для меня, например, вы знаете, что было самое главное всегда в жизни. И самое интересное, узнавать людей. Мне было очень интересно и до сих пор. Гораздо более интересно, чем, предположим, пойти куда-то в дискотеку. Или куда-то, понимаете? Какую дискотеку? На дискотеку сейчас ходят там. А у вас тогда разве были дискотеки? Нет. Ну вот сейчас я говорю, что в дискотеку. Ну не было дискотеки, но были какие-то карнавалы там, я не знаю, какие-то вечера, веселья. Вам было неинтересно? Нет. Нет. Вы знаете, Танечка, нет. Я никогда рестораны не любила. Я обожала. А я никогда не любила. Вот какой-то странный. Я страстно мечтала о Богеме, поскольку я не понимала, что это такое. Правда, да? Да, и мне казалось, что это что-то невероятное. Кайф такой, да? Да, вот. Мне так хорошо. Мне так весело с вами. Вы милая, вы славная, вы репкая. У меня кружится голова от счастья. Я даже и во сне вижу великих. Каждая новая знаменитость для меня сущий праздник. Но ведь без этого уже скучно жить. Не правда ли, а? Может быть, на примере моей судьбы, Танечка, ну, в общем-то, такое, понимаете, судьбы-то, в общем, довольно обыкновенные, ну, в общем, женщины, актрисы. Подождите, подождите, подождите. Звезды. Ну, тихо, 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 тихо. Скажите, можно наше отношение назвать романом? Собственно, дело не в названии. А, ну да, я понимаю. Ну, она сама сыгралась. Это не я, ничего в моем... Понимаете, так сказать, ну, то, что мама наделила, и там, я не знаю, папа наделили, там, я не знаю, круглые щеки, там, глаза и все. И посмотрите, посмотрите, тут ничего не сыграно, тут не актерски не сыграно, здесь само собой естество. Вот мои дети иногда сейчас смотрят фильмы, говорят, мать, ну, и смеются, понимаете. Ну, дети, ну, вот так сказать, и сын там, вот, и девочка моя, которую я воспитывала долгие годы, Галечка, и теперь уже вот внук подождает, они смотрят, на старый фильм, и хохочут. И я совершенно понимаю, потому что глупые ситуации, водевильные, понимаете, наивные очень, очень, понимаете, я что-то там трепещу, значит, что-то... Вот. А я им объясняю, что время такое было. Время отображалось, попадание в то время было. Это было послевоенное, главным образом. И близнецы, и беспокойные хозяйства, и воздушные извозчики, и так далее, и так далее, и так далее, это все было послевоенные фильмы. Общая-то жизнь становилась, она стала спокойнее, она стала без убийств, без похоронок, без всего. И вот эти фильмы были отображением того, что мы чувствовали тогда. Как-то все это возрождалось. Это же, это естественно, по-моему, что после войны, когда наступают мирные годы, какое счастье всех охватывает. И вот эти фильмы были этим отображением. Я так объясняю это. Я не понимаю, Галина, но неужели это с тобой никогда не случалось? Это же просто и случайно. Ничего случайного не бывает. Все имеет свои причины. Это та сказка, которую все хотели, и поэтому Людмила Васильевна, она так попала в эту струю, потому что она такая была белоснежка. Доброе, хорошее, пеучее, звонкое. Это то, что все хотели видеть. Абсолютно, конечно, все эти фильмы, извините, не имели никакого отношения к жизни. Конечно, конечно. Ну, это был такой жанр, и он имеет право на существование. Я как раз считаю, что нам этого не хватает абсолютно сейчас. И если бы... Ну, как вам классный жанр не верит? Вот, поэтому и был, да, вот это все замечательно, потому что вот это все хотят что-то... Он нужен, такой жанр, понимаете? Нужен тоже. Должен быть и какой-нибудь... Лакокрасочный. Страшный должен быть. Лакокрасочный. И должен быть хороший. Лакокрасочный. Я буду говорить то, что думаю, и вы мне рот, вы мне рот не затыкаете. Ну, это глупая шутка. Наденька, держите. Что это? Билеты на вашу Пасху. Наденька, я не знал, что это вас обидит. А что вы вообще знаете? Что? Все, все. Я еду в Пушкино, а вы со своей кикиморой. Вы со своей кикиморой. Куда хотите, прощайте. Да, просто... Вот была просто поражена глубокой органикой. Вот блондинки за углом. Она сделала это очень органичным своим и родным. Это, конечно, обезоруживало, очень очаровывало зрителей. То есть, так как я любила своих героинь, которые так и таки. Вы за кого меня принимаете? Она любила, наверняка, потому что она окупается на герой. Она наверняка любила эту роль. Вы жиры. А сами жрали. Жрал. А, или это ваша жрала. Ну, на кой вы мне сдались? Надо сказать, что фильм очень сильно пострадал, потому что его снимали в расцвет застой. А еще в Ленинграде. В расцвет. Ага. В Ленинграде, где очень сложно было как раз всегда с кино. И это было все ужасно тяжело и трудно. И очень много вырезали и заставили переозвучить. Уже озвученный текст мы в свои губы вкладывали. Другой, да? Другой текста. Конечно. И все это было очень тяжело. Ну, портили как могли только фильм. Но сценарий был прекрасный. И нравится она мне. Она мне ужасно нравилась. Это моя героиня. И я была очень... Это всегда ужасно, когда актриса говорит про роль, особенно которую она. Да, да, я тоже не люблю. Но я помню, я была потрясена, когда мне говорили, что она какая-то отрицательная. Мне казалось, что это удивительно несчастный, одинокий человек. Она совсем не отрицательная. И я помню, когда смотрела фильм, я так плакала. Мне так было жалко себя и ее и всех на свете. Да, мне очень нравится там одна сцена, которая, так сказать, вот... Я бы, пожалуй, тоже ее смогла бы сыграть. Знаете, какая сцена, когда она просыпается утром и начинает мечтать о мальчике... И плакать. И плакать она начинает. И как вот мальчик заболеет, и что с ним будет. В этом, конечно, очень какая-то и наивность, и чистота души, и вот то, что близко мне было всегда. Я просто, просто подумала. О чем? Ну, ты этого не поймешь. Может быть, пойму. Знаешь, знаешь, я подумала. Вот, выйду за тебя. Будем жить. Хорошо, хорошо. У нас родится мальчик. Он будет, будет самый красивый, самый здоровый, самый счастливый ребенок. Все у него будет. У него все будет. И языки, и музыка, и фигурные, и шмотки. Потому что это тоже, это тоже очень важно. Устроим его в школу. В спецшколу для гений. Будет учиться лучше всех. А потом, потом мы отдадим его в институт. Я еще не выбрала в какой, но самый, самый лучший. Дедуля наш возгордится страшно. Я от радости с ума сойду. А потом их весь курс на практику отправят. И вдруг, и вдруг оттуда сообщат, что пожар рядом случился. Он тушить бросился, а крыша в доме рухнула. И там наш мальчик геройски погиб. Вот это все тоже переозвучено. Все переозвучено. Там был совсем другой текст. Это место мне очень понравилось. Это актерская профессия самая зависимая. Но, в общем, была эпоха, когда мы были винтиками. Мы были выразителями не своей воли. Если люди не соглашались с директивами, которые на нас спускались, то они становились Даниэлями, Синявскими и Булгаковыми. Вороники Иоанна, то родственники невесты. Опять же мне не нравилось, как я сыграла в Иване Гроздов. Сейчас в московских новостях было опубликовано. Я даже не знала об этом. Что вроде Сталина жданы сказали, что нет, Сибирьковская совершенно не похожа на цариц. Но я же еще была абсолютно, понимаете, несмышленой, полторотой. Я не могла. Я так зажата была. Я помню, руки потели. Я все время вот так делала. Потому что у меня руки потели от меня. Но вы представляете, если я, девчонка, вошла в павильон и увидела. Стоит Черкасов, Жаров, Бучма, Мгебров, Абрикосов, Названов, Кадочников, Бирман, Изенштейн, Москвин. Но вы представляете, что со мной было? И вы представляете, с ними вместе играть. Это вот сейчас бы я, Бог, не испугалась бы, а это... Я зажал спидели, я же ужасник. Я ужасник. Не сумею будет. Словите друг друга. Неродной земле верой правды, служить кайфе. Своеноземным государем, бабами, судите. Для меня роль всегда кажется чудовище какой-то, который нужно нагнать, который убегает от меня со страшной силой, а я его нагоняю. И вот момент, если я его нагнала, то есть если я ухватила его за хвост, это очень радостный и очень редкий момент. Посмотрите туда. Куда? Я сейчас долго не мигая смотрела вдаль, и мне почудилось. Нет, я ясно увидела. Толпа людей, огни, торжественные звуки музыки, крики на столе. Толпы людей, в общем, я что-то такое вроде замыслила. Ну вот как получилось, конечно, судить не мне, но вот это я считаю, что, в общем, это какая-то уже такая, с моей точки зрения, задуманная работа. Я никогда не умру. Работа. Я бессмертна. Вы были одна из немногих символов, которые обожала вся страна, понимаете? Ну как в свое время, ведь символами были, скажем, и Комиссаржевская, и Ермолова, которые играли только в театрах, понимаете? Потом, назовите хоть один символ сейчас театральный, ну хоть один. Если актриса не выйдет на экран или телеэкран, о ней никто знать не будет, потому что известность приносит только кино, а теперь все больше и больше телевидения. Поток информации, который обрушился на людей, и если можно назвать сейчас кого-то символом, то только какую-нибудь эстрадную, скажем, певицу, как Мадонна, или там Майкл Джексон. Вот это я Джексон. Певица, не певица. Да, ну в смысле я имею в виду вот так. Ну что, или, скажем, Аллу Борисовну Пугачеву, она вот, если есть звезда, то, наверное, Алла Борисовна Пугачева. Конечно, конечно. У нас, понимаете, очень изменилась жизнь. Поток информации, техника, видео и все. А раньше вот выходил человек и нес на себе символ. И люди любили, и радовались. Да я, и замечательно. У вас все-таки всегда были все, как правило, положительные героини, невероятные. Ну, попрыгулки. Ну, вот кроме попрыгулки. А лес, лес, ну лес это было, сыграло бы. А Ксюша, милая, было время, когда я думала отдать тебя замуж за Алексея Сергеевича. Теперь ты не должна и думать о нем. Вы люди посторонние, и ты ему не пара. Уж приятно ли тебе или неприятно, но ты ему не нравишься. Я тебе еще скажу. Ему нравится другая. Что-то в лесе в последнем фильме. Что-то я задумала. Что-то я уже хотела сказать. Причем хотела сказать применительно, потому что мы уже не можем отфоригироваться от настоящей жизни. Я что-то хотела сказать. Я протестовала против чего-то современного. Против чего-то подсудно, понимаете? Ты будешь такой ветреный мальчик. Я так боюсь за тебя, душа моя. Вы ревнуете любовника ко мне? Что за слова? Ты хочешь, чтобы я открыла тебе свою слабость? Да, я ревнюю. Но это же женщина, душа моя. Я ухожу. Далеко-далеко. Прощай, душа моя. Я еще, в общем, ничего не сделала того, что я могла сделать. А уже поздно. Я уже все чаще встречаюсь. Со словом никогда. Часло. Так что за требования с нами вопроты ставить? Значит, нам повезло. Время учат нас забрать. Все. И добро исправить. Я иногда задаю вопрос. Что такое соль? Таня, что такое соль? Как вы определите? Слава, мне интересно. Что такое совесть? Какая ваша версия? Я думаю. Совесть? Да. А? Душа. Вы понимаете, я могу быть в чем-то неправой, в чем-то некомпетентной, в чем-то, может быть, кому-то и не понравится то, что я говорю. Но я обещаю вам одно. Я буду предельно искать. Вот всю мою жизнь, начиная с детского сада, школы и даже вахтанговского училища, вот как я сейчас вспоминаю, окружали лозунги. Ну, например, например, обогатим себя суммой всех богатств, которые оставило человечество. А, в общем-то, как теперь, понимаешь, богатства-то эти были обрублены. Потом, вы понимаете, я помню, мы жили на Первой Мещанской улице, теперь проспект Мира, с мамой, когда вдвоем остались, без папы. И там пустили квартиры, а мы кричали, и нас заставляли скандировать, жить стало лучше, жить стало веселее. Вы кричали или вас заставляли кричать? Нет, нет, вы знаете, мы кричали от души. Я должна в этом признаться, я должна вам в этом признаться со всей честностью, поскольку я обещала, и откровенностью. Мы кричали от души, то есть так, такое было воспитание. Где вы кричали, в смысле, на демонстрацию? Нет, вы знаете, я помню, нам, нет, не на демонстрацию. Ну, вот, например, у нас было какое-то собрание какое-то, даже драм-кружка, там, в школе, и все, и мы кричали спасибо товарищу Сталину за счастливое детство. Я про космонавтов скандировала, да. Скандировала, да? Ну, вот, вот, как у меты, будь готов. Будь готов, как Гагарина кетово. Вот я что-то такое. Да? Нет, я никогда не благодарила никого за счастливое детство. Нет, а я благодарила. Благодарила, потому что как-то, понимаете, ну, все кругом благодарили, я благодарила. И потом нас так воспитывали, и потом мы так надеялись на это. То есть принимали все время желаемое за действительное. Вот так, пожалуй, я сказала. Хотя, например, вот я не благодарила за счастливое детство, но я была убеждена, что у меня невероятно счастливое детство, потому что бедные дети, которые в капиталистических странах, которые там умирают. Вот, вот, вот. И я правда когда видела человека. Правильно, потому что мы жили, жили за такой, за колючей проволокой, мы ничего не знали, мы верили. Я прям до слез рыдала. Мы видели, и потом, когда мы начали ездить туда, мы видим, что ничего подобного, оказывается, прекрасно живут. Потому что мы до такой степени были зашорены, мы до такой степени были оглушены этими лозунгами. Понимаете, вот я почему с лозунгов начала? Мы в лозунгах все жили и верили, и за лозунги голосовали все единогласно. Нет, ну вот когда я уже жила, никто абсолютно ни в один лозунг ни разу, ни то, что не поверил. А у меня тут своя точка зрения, Таня. Пожалуй, впервые, когда вдруг меня ударила как-то несправедливость, заставила меня задуматься, пожалуй, это было после войны, 46-й год, постановление о звезде, о журнале «Звезда» Ленинград. Да, да, я вам скажу почему. Об Ахматовой и Зощенко, потому что с Зощенко мы жили под одной крышей в Алмате. И это был отличный человек. Это было такого благородства, такой воспитанности и такой красоты человек был. Внутренне вот она светилась. Причем, вы знаете, как мы жили в эвакуации, ну там часто ведь многие ходили кое-как, даже веревочками подвязывались, а он был всегда чисто выбрит. Всегда в крахмальном белье, всегда в сером костюме, но он ничего не печатал. Он делал туфли на деревяшках, очень удобные, я носила. Меня покинуло в Новолуние, мой друг любимый. Ну так что ж, шутил канатное плесунье, как ты до мая доживешь. Ему ответила, как брату, я не ревнуя, не ропща, но не заменит мне утраты четыре новые плаща. Пусть путь мой страшен, пусть опасен, еще страшнее путь тоски, как мой китайский зонтик красен, натертой мелом башмачки, оркестр весело играет и улыбаются уста. Но сердце знает, сердце знает, что ложа пятая пуста. Такая была пора надежды, и вдруг бац! Одно постановление. Потом дело врачей. Я почувствовала, что здесь что-то неладного, понимаете, я еще не знала. Я почувствовала. Ну и затем, конечно, это 50-й, да, нет, 49-й год, когда моего мужа, Алабяна Коро, вдруг его обвинили в космополитизме, только потому, что он не был согласен со Сталином из Берии, он был не согласен о строительстве высотных домов. Ну и вот и тогда ему было сказано, мы вам покажем, что надо строить. Его, значит, показали. Хорошо, что не расстреляли. Вот. И когда стали возвращаться люди из ссылки, из лагерей, вот тут, конечно, уже полное, полное прозрение, полная ясность того, как мы жили, где мы жили и зачем мы жили. Я помню, приехала Зоя Федорова. Она приехала в голубой майке, и у нее вместо рукавов были пришиты чулки. Когда мы ей с подружкой, она пришла к нам, предложили чаю с сахаром, она заплакала, потому что она не видела сахар. Восемь лет она жила, была не в лагерях, она была во Владимире, в карцере. Ее били по ногам, у нее были синие ноги. Извините, а вот когда ее арестовали, вот что вы подумали? Вы знаете, да, я теперь скажу, я теперь скажу. По-моему, это же самая версия и была за связью с американским адмиралом, и она родила от него девочку Вику. И вы искренне считали, что это предусудительно? Вы знаете, я, может быть, и не считала этого, что это очень предусудительно, потому что он красивый мужик-то и был очень. Вот, я потому что видела его. Во время войны мне довелось быть на Спиридоновке, тогда был такой дом приемов, Молотов устраивал там, и меня в качестве декорации туда звали. Я помню, мы выхлопнули Зои квартиру, вот здесь она, на Кутузовском проспекте жила, и начали искать ее девочку. Она говорит, мама, ну, прости с меня. И сказала, что мама, я тебя помню, помнила всегда. Да, знаете, я покажу. Ой, господи. Ну, ладно, извините меня. Что-то я стала к старости сентиментальной очень. Ну вот. Теперь, вы знаете, находятся такие счастливчики, которые говорят, да полно, что вы, не может быть, что ничего не было, ни репрессий не было. Вообще, если сажали, так за дело сажали вообще. И что, что мы строили магнитку, строили дни прогресс, что мы вообще, так сказать. Все. Так вот, мне хочется сказать этим счастливчикам, что, если обратиться к статистике, а статистика до сих пор умалчивает результат погубленных, причем он же уничтожал главным образом, этот злодей уничтожал главным образом интеллигенции. Я видела его на приеме по случаю победы. Меня пригласили на этот прием, это был, по-моему, числа 10-11 мая в Кремле. В юридском зале был сидячий прием, были расставлены столы, впротивое с того, что там всегда бывают стоячие, а-ля фуршада. И я сидела на каком-то далеком, там 34-37 стол, а надо вам сказать, что уже к этому году, в общем, так сказать, знали меня. Ну, во всем еще охранники тут все эти, охрана, все знали, охраны там было очень много. И я стала пробираться к столу, где сидел президент. С какой целью? Посмотреть на Сталина поближе, мне интересно было. И я помню, что говорит, ну, идем, Людмила, идем, идем. И они меня как-то так проводили. И так вышло, что я прямо так вот около стола президиума оказалось. Пропустили они меня. Значит, сзади была эстрада, стол президиума стоял вот так вот, все ПБ за ним сидело. Сталин сидел с краю, с торца, и, как сейчас, помню, ел раков. Вот так вот он сидел и ел раков. Почему-то меня поразило, что он с корлупки на пол. Вот это меня поразило. Потом он вдруг поднял глаза, и так, вы знаете, скользнул по мне. Так на одну секунду мы встретились с ним глазами. И он, конечно, меня не узнал. Ему было не до этого. Подумаешь, какая-то девчонка. Он просто так скользнул. Но я вот вам признаю, что я ощутила от этого скользнувшего. Да, меня поразило, что он был, оказывается, в оспенках, что он был с рыжеватыми волосами. Всегда-то на портретах были такие черные, такой красавец был. А здесь был такой, сидел пожилый, средних лет, такой некрасивый мужчина с оспенами. Понимаете, меня поразило. И вот, когда он скользнул взглядом случайно на одну секунду, я помню, какое состояние эйфории и восторга я ощутила. Это был 45-й год Парад Победы. Вот в этом я должна вам признаться. Вот так вот мы были воспитаны. Вы понимаете? То есть я встретилась с глазами с божеством. Погода снимали Иван Грозный. А у Эйзенштейна, конечно, это было все с двойным дном. Двойным дном у него концепции. Потому что все опричнило, которое напирался и Сталин, он, так сказать, решил в этой вопричине, так сказать, в исторических аналах черпать оправдания для своих каких-то этих самых заплечных дел. И вот это вот бдение, он же велел смыть, и Сталин, а Фера Топок сохранил. А вот это бдение, это шабаш, это самый дикый шабаш, невековый совершенно шабаш. Парычка. Шки, 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 шки. Афан Нужно же признать, наконец, что это не только трагедия нашего народа, но это наша вина. Афан кому-нибудь не понравится, что я скажу. Но я обвиняю нас, наше поколение, в том, что сейчас происходит, в том, за что ругают нашу молодежь. Ну, вспомните, на какие годы, ну, мы будем, как говорить, молодежь, ну, до 30, да? До 30. Официально до 28. Ну, до 31. На какие годы пришла их, пришла с их юности? Это годы за 100, это 65-80 год, когда все писатели хотели быть руководителями, а руководители все хотели быть писателями, понимаете? И вы представьте себе, сколько макулатуры, сколько макулатуры выходило. И сколько несправедливости. Вспомните, это то, что привыкли называть веком застоя, сколько вранья, коррупции, воровства, кумовства. Сколько, и они же были, дети были свидетелями этой эпохи. Что же нам требовать с детей, когда мы сами совершали поступки несовместимые со своей совестью? Более того, мы даже забыли, что такое совесть. Вы это кто? Мы это все-таки очень такое знание. Мое поколение. Мое поколение. Я считаю, что гениальный фильм покаяния только потому, что нам надо, так сказать, не только задуматься, не только, так сказать, принять вину на себе, но и покаяться. Покаяние должно быть. И дети, видя наше отношение к этому, конечно, должны стать другими. Мы сами виноваты. Дети, отсюда эпатаж, отсюда желание что-то доказать, от этой лжи, в котором мы жили. Мы жили во лжи. И единственный способ менять, единственный способ нам вернуться. Что, Таня? Не буду говорить. Почему? Не хочу. Да почему? Нет, извините, я верила. Вот, единственный способ, конечно, в общем, это изменить и то, что вот делается сейчас. Я не хочу называть это слово, оно слишком навязло, и оно, так сказать, чересчур жонглируется, но то, что вот гласность и демократия, конечно, это единственный путь. Единственный путь. Верите все с нашим молодежью. Молодежи? Очень. Таня, а вы? Нет? Не верите? Я верю молодежи. Я не понимаю, вот сейчас, в данный момент, сама я молодежь или не очень молодежь? Ну, молодежь. И кто, меня кто верит, или я должна верить вот следующему поколению? Вы своему поколению верите. Я? Да. А что оно должно делать? Почему? Во что я должна верить? У меня нормальное поколение, я считаю себя нормальным человеком. Я как раз вот выросла во времена всех этих лозунгов и когда все писали, что мы все построили и каждый съезд был историческим и все, и что я не стала ни наркоманкой, ни проституткой. Может быть, у меня есть какие-то и очень много отрицательных черв. Но я стала нормальным человеком. И я не знаю, и на мой взгляд, годы за стоя, они, конечно, прекрасные. Годы по сравнению с репрессиями. Пусть любые лозунги, пусть любые, пусть что хотят, то и делают, только не расстреливают и не убивают. На годы за стоя у меня пришли самые бурные мои годы во всех смыслах жизни. Я прорывалась в театр, прорывалась в кино, познавала жизнь богемную. Я прекрасно жила. И мне годы за стоя абсолютно не коснулись ни в одном фильме, который бы мне не нравился. Я не снялась, хотя хотелось сниматься очень безумно. Но я не пошла на это. Я не знаю, у меня нормальное поколение. А почему вот сейчас так возникла эта история с наркоманией, проституцией, вот такой всплеск? Она, наверное, всегда была, просто об этом никогда не писали. Нет, я думаю, что она была не до такой степени, конечно. Она была не до такой степени. Но здесь, конечно, упущено что-то в воспитании. Конечно, упущено воспитание, понимаете? Были отняты какие-то понятия, милосердие, добро, почтение к родителям, я не знаю. Но было одно, а чем это заменено было? Танечка, чем было заменено? Жить стало лучше, жить стало веселее. Не знаю, у меня было заменено это театром, понимаете? Мне настолько нравился театр. Я не могу отвечать за все поколение, потому что я попала в театр. А театр это всегда в общем государстве, в государстве. Это вот наша категория. Ну да, я и говорю, что мне повезло. А за другое поколение я не могу отвечать. Нет, я говорю просто о другой категории молодых людей. А, например, возьмите такую категорию молодых людей, которые выросли в колхозах. Ведь они же были на положении крепостного права. Это когда, это ваше, а мое? Нет, нет, мое побежало оттуда толпами, толпами. Это когда их дали, дали паспорта. Их уже не давали там. Я всех их знаю. Так, а паспорта? Мои-то родились уже с паспортами. У меня двоюродные братья и сестры, они в деревне родились. Ну, потом все поехали оттуда. Мы всегда и пустые. А потому что жить там невозможно. Вот, вот, жить невозможно. Вот я об этом и говорю. Что же социализм вы построили, для которого жить невозможно? И не только потому, что нет духовных ценностей, а потому что и материальных там нет. И материальных нет. Никаких нет. Кроме красот природы, которые все отравляют и отравляют. И губят, и портят. Там ничего нет. Ну, может, сейчас вот появятся такие кооперативы, хотя тоже подозрительные. Не хочется врать. Настолько страшная история нашей страны. Настолько трагическая, кровавая. И настолько, как это сказать, народ разобщенный, и вера утеряна, и все плохо. Я снималась в деревне в одной. Как же она называлась? Ельце, по-моему, это деревня. Мы снимали обиду. Раньше там было пять храмов. Пять храмов. Огромное было, богатейшее село. Вылавливали из озер рыбу. И стали взрывать храмы. И три взорвали, а один они никак не могли. Но купол повалился с крестом. Это было в 20-х годах. И вот все поколение, которое росло, оно выросло вот на этом ужасном оставе этого храма с крестом. Что это история, это вера, когда люди росли на том, что ничего святого нет. Ну, ничего. Вот есть это какое-то светлое будущее, в которое тоже все перестали верить. Это надо очень долго. Это, конечно, надежда. Конечно, Россия всегда была богата подвижниками и прекрасными людьми. И слава Богу, что они сейчас появляются и рвутся, и рвут сердце. Это все прекрасно. Я их люблю. И если бы я молилась, я бы за них молилась, чтобы это все получилось. Но это, конечно, очень долгий год. Если что-то произойдет, такое коренное, это очень долго, очень мучительно и очень болезненно будет. Я говорю только свои эмоции. Да нет, ну что вы, Танечка, вот то, что даже о чем вы говорите, это уже доказывает, что здравый смысл не исчез. Что вы? Никогда не исчезнет он в народе. Здравый смысл никогда не исчезнет. Ну как же, ну вот я считаю, что исчез здравый смысл во времена репрессии, когда убивали отца, мать, детей, всех убивали, и шли, и пели песни, и все. Я не понимаю, а как вот нельзя, а как не отомстить за любимого человека? Убивали любимых людей, честных, чистых, честных, прекрасных. Как? Как? Как можно было не отомстить? Как можно было свою жизнь положить за эту месть? А как же? Вот то же самое, это что, непротивление злу, или что это было? Что это за вера такая? Что это мне сейчас все говорят о том, что вот великий гипнотизер, он загипнотизировал всю страну. Я не верю в это, понимаете? Я не верю, что он смог загипнотизировать всю страну. Нет. И что он был один убийца. Я не верю в это. Не верю. Понимаете? Кто убивал? Кто расстреливал? Кто сажал? Кто издевался над Зоей Федоровой? Кто? Объясните мне, что Сталин и Берия какие механизмы? Механизмы? Назовите мне которые механизмы. А это кто? Почему вы исполняли? Какой-то сказочный аппарат. Вот какой-то, как сейчас, какие-то сказочные бюрократы мешают делать перестройки. Где они? Вы мне покажите. Я не понимаю, где эти бюрократы? Бюрократа это всегда вот что-то сидел и что. Вот теперь какие-то мифические бюрократы мешают перестройке. Кто это? Я пришла в советскую Россию. Вот вам. Вот вы говорите о том, я не верю. Ну что вы называете? Дайте мне сказать. Извините. Но были люди даже в то страшное время, во время репрессий, которые осуждали, которые были несогласны, которые противостояли действительно, которых уничтожали, и произведения которых мы сейчас читаем на страницах толстых журналов. А вся страна, вот Зоя Федорова, любимая, органичная, пела как птица, она оказалась шпионкой, преступницей, любовницей американской. И вся страна тут же решила, что она тоже преступница. Ну не вся страна, очевидно, решила. Были люди, я же говорю. Броссмана мы читаем. Броссмана мы читаем, Бека мы читаем, Платонова мы читаем, Шаламова мы читаем, Мандельштама мы читаем. Смотрите, какие вам фамилии. Булгакова. Были люди, которые не верили. Эрдман с Вольпиным. Что вы, были люди. Это я говорю про себя. Я говорю про себя, что я была в таком эмбриональном состоянии. Да вся страна была в таком эмбриональном. Этой страны сделали такой эмбрион нужный. Нет, Танечка, я же вам назвала сейчас фамилии, которые не были. Это единицы, гениальные, выдающиеся люди, которые вне времени, вне времени, которые не принимали. Их было много, и было в любой профессии. И Вавилов был, и Вернацкий был, и было много в любой профессии. Было много, очень много. В любой профессии были такие люди, но они уничтожались, по-моему, они уничтожались. Вы говорите, что никого не было. Было много людей, которые противостояли, которые понимали. Я не берусь осуждать это время, я не имею права, я не жила. Еще раз повторяю, что неизвестно, что было бы со мной. Людмила Васильевна имеет право, она все это прожила, и все это ожила. Но то, что все это, не разобрались еще наши лучшие умы, что же сделали с этим народом и с этой страной, и что полной правды, конечно, еще не рассказано и не сказано. И что это, если десятилетие, то это хорошо. А сейчас вот как-то вот все-таки надо найти какого-то злодея, и надо найти каких-то вот светлых, что-то это, понимаете, конечно, это очень-очень долгий, мучительный процесс, если он... Ну, в процессе беседы мы же обо всем говорили. Да, мы выступили как политологи, как историки. Да нет, Танечка, вы знаете, это ведь жизнь, это жизнь, мимо которой, к сожалению, вы понимаете, вы каждый день выходите на улицу, вы каждый день общаетесь и... Нет, я иду прямо в театр. Ну, ну... Или сажусь в такси и еду на мостик. Встань, встань! Мое поколение молчит по утрам, Мое поколение не смеет петь, Мое поколение чувствует боль, Но снова ставит себя под плеть. Мое поколение смотрит вниз, Мое поколение боится дня, Мое поколение бестует ночь, А по утрам я себя дам! Стой под дождем! Пусть пронизывают тебя его стальные стрелы, Стой, несмотря ни на что, Жди солнце, Оно зальет тебя сразу И беспредельно. Это Кавка, записной книг. Мое поколение молчит по углам, Мое поколение не смеет петь, Мое поколение чувствует боль, Но снова ставит себя под плеть. Мое поколение смотрит вниз, Мое поколение боится дня, Мое поколение бестует ночь, А по утрам я себя дам! Эй! Поколение, ответь! Слышно ли меня? Слышно ли меня? Я здесь! Эй! Поколение, ответь! Слышно ли меня? Слышно ли меня? Я здесь! Слышно ли меня? Слышно ли меня? Слышно ли меня? Продолжение следует...